Количество злоумышленников, желающих отнять деньги, жителей Рыжковской области растет как на дрожжах. Причем не всегда мошенники действуют дистанционно. Нередко преступники вступают в очное общение с потенциальной жертвой. Именно так поступают автоподставщики. Накануне российские эксперты составили список самых популярных приемов, которыми пользуются мошенники. С ними ознакомился и попытался найти способы защиты. Наш корреспондент Евгений Шоев смотрим рубрику АвтоХам. Ты чё, сука? Матершинное слово. Первая реакция, которая возникает у водителя на любое дорожно-транспортное происшествие. А какая же вторая? Как говорят социологи, сразу после аварии человек пытается понять, а кто виноват в дорожно-транспортном происшествии. Ну тут все просто. Либо неправ я, либо неправ мой оппонент. Но на самом деле не все так просто, как кажется. Автоподстава. Слово хоть и не литературное, но в последнее время встречается особенно часто. Эксперты составили список самых популярных подстав на дорогах региона. И сегодня я расскажу, какие это подставы, а самое главное, существуют ли правила защиты от них. Итак, представьте, вы паркуетесь и вдруг слышите удар. Согласитесь, неприятно, но тут через несколько секунд к вам подходит человек с зеркалом, боковым зеркалом в руках и говорит, что это именно вы повредили его автомобиль. И проблему решить предлагает на месте. Но все ли было действительно так? Может быть и удара никакого не было, а зеркало было оторвано задолго до этой ситуации. Не давайте никаких денег. Звоните в полицию, как говорится, там разберутся. Ну а это совсем классика. Представьте себе, что я не журналист, а мошенник. Иду себе по двору, гуляю. Якобы гуляю, а на самом деле высматриваю жертву. О, да вот же она. И машина вроде неплохая, да и водитель платежеспособный. Что дальше? А дальше все очень просто. Я бросаюсь под колеса автомобиля и делаю вид, что мне очень-очень больно. Кстати, количество денег, которое я получу, прямо пропорционально силе страха и шока, который испытал водитель. Но не спешите расставаться со своими кровными. Сразу вызывайте скорую и полицию. Возможно, и травм-то никаких нет. Третий вид подстав самый новый, но уже вполне обкатан мошенниками. Пока ваш автомобиль находится без присмотра, злоумышленник вешает на колесо кодовый замок. А еще оставляет записку, где указывает номер карты, которую нужно пополнить для того, чтобы получить код от замка. Причем чаще водителям все-таки приходится платить. Ну или ехать за болгаркой, правда, уже на такси. Защититься от такого способа мошенничества проще простого. Ставьте машины под камеры видеонаблюдения. Это обязательно поможет. Евгений Шой, Владимир Пинаев. Новости по будням.